Интересно. Рад приветствовать вас на «Формуле бизнеса» онлайн. Меня зовут Александр Шлякман, я IT-директор первой мебельной фабрики в Санкт-Петербурге. Спасибо, Bitrix24, за возможность немного рассказать о своей работе. И подсвольте представить небольшой доклад о том, как первая мебельная фабрика внедряла CRM-систему и переехала в онлайн за одну ночь. Доклад такой в стиле success story. Я назвал эту презентацию «Проверка боя». Сегодня я расскажу немного о нашей компании, поделюсь тем, как мы готовились продавать онлайн. Пару слов о принципах, которые заложены в нашу IT-стратегию. Поговорим о том, что не показывают фильмы-катастрофы. И, конечно, о самом процессе перехода до и во время эпидемии и цифровой трансформации наших продаж. Немного о нашей компании. Первая мебельная фабрика была основана в 1945 году. На прошлой неделе нам исполнилось 75 лет. Коллектив фабрики за это время накопил немалый опыт в производстве различных видов мебели. Сегодня предприятие располагает самым современным производством корпусной мебели в России и поставляет на рынок, как российский, так и других стран, мебель для кухни, шкафы, прихожие, офисную мебель, мебель для гостиниц, ресторанов и других общественных учреждений. Компанию возглавляет Александр Николаевич Шестаков, генеральный директор и президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Наша дилерская сеть насчитывает порядка 70 салонов. Это монобрендовые фирменные салоны, так и небольшие представительства по всей России. В Санкт-Петербурге у нас самое большое представительство – 23 дилерских салонов. Это наш родной город, в Москве 10 салонов и в регионах около 50. На слайде представлены некоторые из наших крупных клиентов, но, конечно же, их гораздо больше. Часть можно посмотреть на сайте, но их несравнимо больше даже по сравнению с тем, что есть на нашем сайте. И наша мебель представлена везде, где проходят важные для каждого из нас встречи, деловые, личные. И буквально очень коротко, упрощенный бизнес-процесс продажи мебели, который у нас работает. Клиент приходит в мебельный салон, физический шоурум, смотрит образцы, трогает, открывает ящички. Дизайнер готовит ему 3D-проект мебели. И после согласования, подписания договора, через 21 день клиенту приезжает собранная на предприятии мебель. На клиента мы мебель не собираем, а только устанавливаем. И на следующий день устанавливаем. Предпосылки. Мы сейчас на формуле бизнеса, и основное, о чем мы будем говорить, это внедрение CRM-системы. Ну и как мы к этому пришли, и какие у нас были предпосылки, зачем мы это делали. Сегодня в большей степени будем говорить о розничном сегменте нашего бизнеса. Я пришел в компанию весной прошлого года, и после разработки и создания стратегии мы приступили к внедрению. Мы начали именно с CRM-системы. Предпосылки, которыми мы руководствовались, это в первую очередь глобальный переход отрасли в онлайн, на мобильные платформы. И мы говорим и о самом процессе продажи, о коммуникациях с клиентом и непосредственно о проектировании мебели. И снижение среднего возраста клиента, изменение модели коммуникации, снижение влияния проверенного бренда, каким является бренд первой мебельной паблики. И эти моменты очень связаны. Кухонная мебель и комплексная меблировка квартиры – это не дешевое приобретение, является предметом отложенного спроса. То есть покупатель готовится к покупке определенное время, тщательно выбирает, ездит по салонам конкурентов, смотрит, трогает руками. Поэтому классическое ведение лида или сделки и регулярные коммуникации здесь играют ключевую роль. Пока клиент ездит и смотрит, нужно его не упустить. И традиционно подобные предметы приобретают люди среднего возраста. Но сегодня, на самом деле, все больше и больше покупки осуществляют совсем молодые люди. Рост всяких высокотехнологичных IT-компаний снижает возраст наших клиентов. И у этих людей другое восприятие процесса и совсем другие, ну что ли, сенсорные, активные ощущения. Все хочется делать с мобильного телефона и одним пальцем. Соответственно, это требует изменения модели коммуникации с клиентом. Все больше и больше люди не приходят ногами. Все больше и больше отказываются от звонков в пользу всех мессенджеров и так далее. Мобильных приложений. Снижение влияния старых и проверенных брендов. Нам первая мебельная фабрика известный, старый питерский бренд. Но для многих это не является столь важным. Несмотря на то, что 50% наших клиентов к нам возвращается, или, по крайней мере, рекомендуют нас своим друзьям и знакомым, молодые люди свободны от этих зависимостей и выбирают то, что быстрее, дешевле, функциональнее, экологичнее, в зависимости от приоритетов. То, что больше удовлетворяет их спрос, невзирая на бренд. Ну и высокая конкуренция на рынке программного обеспечения для проектирования мебели. Это очень важный аспект, и наверняка большинство из вас с этим аспектом сталкивалось. Он переключается, конечно, с коммуникациями, но главное, что люди все меньше хотят взаимодействовать с другими людьми и все больше хотят попробовать спроектировать свою мебель сами. Все мы знаем распространенный конфигуратор мебели Икея, который позволяет спроектировать и кухню, и гардеробную, и просто там какие-то шкафы для хранения. Не так давно Леруа Мерлен выпустили очень удобный конфигуратор, причем это глобальный конфигуратор по всей Европе и в том числе и в России. Икея, кстати, насколько я знаю, собирается обновлять существенное программное обеспечение и у них в разработке сейчас новый продукт. Ну, это такие титаны масс-маркета, и они продают сполки, готовые решения. Это все-таки не совсем наш сегмент. Мы делаем мебель под заказ, но и в нашем сегменте эти тенденции активно развиваются. Поэтому коммуникации в онлайн и проектирование в онлайн – это то, что ждет нас, если не сегодня, то завтра. А на самом деле это все-таки уже наступило. И те, кто не движется в этом направлении, проигрывают своим конкурентам. Для того, чтобы реализовать все эти наши задумки, мы, конечно же, приняли решение начать внедрение чего-то нового, разработали IT-ландшафт и начали с CRM-системы, которой в компании не было. Не было совсем. Все записи велись в блокноте, данные клиентов не собирались в единое хранилище, данные дизайн-проектов хранились локально у дизайнеров, коммуникации велись по мобильным телефонам без какой-либо фиксации. Поэтому внедрение CRM-системы было главным нашим приоритетом для того, чтобы все коммуникации были под контролем, для того, чтобы процессы клиента-ориентированности были стандартными, едиными. Мы хотели перенести телефонию в CRM, управлять звонками, маршрутизацией этих звонков, маршрутизацией лидов, сделок. И, главное, анализом. Анализом проваленных сделок. Когда мы совсем азы CRM, когда мы не фиксируем проваленные сделки, мы их не можем анализировать. Вот это и были наши главные первостепенные цели. Ну и они, в принципе, банальны и очевидны. Также накладывают в свою специфику наш бизнес – это интеграция CRM-системы со специализированным программным обеспечением для проектирования мебели. И пока речь идет не о каком-то инструменте для клиентов, где они могут спроектировать силу мебели, а для того программного обеспечения, которое работает у дизайнера. Для того, чтобы дизайнер мог выстроить через CRM-систем коммерческие предложения, для того, чтобы мы хранили всяческие разные варианты этих дизайн-проектов, ну и так далее. И использование шин-данных для обеспечения заменяемости отдельных систем. Мы не хотели, чтобы контур CRM зависел от какой-то конкретной системы проектирования. Поэтому те вот бэкэнд-разработки, которые мы провели, позволят нам в будущем использовать любое программное обеспечение для проектирования мебели. Иными словами, мы не стремились к тому, что 3D-модель мебели скачаны, наоборот, мы стремились к тому, чтобы 3D-модель скачанная из интернета или созданная в каких-то распространенных форматах и программах, она могла бы быть использована для работы с этим клиентом. Опять же, у каких-то производителей этого программного обеспечения сильнее функции оффлайн-проектирования и запусков производства, а у кого-то очень сильные онлайн-механизмы. И опять же, эта шина данных позволит нам комбинировать это программное обеспечение. На самом деле, сейчас мы к этому стремимся, но фундаментальные разработки под это сделаны и с точки зрения, в первую очередь, хранение данных и интеграция, и все предпосылки к дальнейшему развитию и подготовлению. Ключ к успеху – это, конечно же, готовность продавать онлайн. Именно об этом мы сегодня и говорим. Причем готовность продавать онлайн я читаю по-разному. С одной стороны, это быть самим в онлайне, быть в тех механизмах современных, которые сейчас используются, и оттуда продавать, где бы клиент не находился. И продавать там, где клиент, то есть, соответственно, искать клиентов в онлайне, а как раз о тех людях, которые пытаются проектировать свою мебель среди дома. Причем второе до марта 2020 года было менее приоритетным, чем первое, что понятно, потому что мебель – это продукт, который традиционно нужно потрогать руками, а если это столовая группа, столица, то, соответственно, присесть. Наша стратегия, я сознательно назвал этот слайд «стратегия двоеточия ИТ», потому что нет никакой IT-стратегии. Есть стратегия бизнеса, которая ориентирована на максимальное использование IT-инструментов в продажах. И именно этот угловозор очень важен. Важно понимать, что никакой отдельной IT-стратегии не должно быть. Должна быть стратегия компании ориентирована на те инструменты, которые IT-департамент может предложить. То есть наша стратегия – это и есть IT. Мы разработали IT-ландшафт, где CRM-система, прошу прощения, занимает ключевое место. Ну и выбор наш пал на Bittrex 24. Почему Bittrex 24? Во-первых, мы искали систему, на которой мы можем быстро стартовать из облака. Понятно, что компании нашего уровня зачастую используют коробочные версии систем, разворачивая их на своей инфраструктуре. Но мы сознательно хотели начать из облака, потому что, откровенно говоря, существенное количество внедрений любых систем заканчивается провалом и дает тот эффект, который ожидался. Поэтому возможность стартовать из облака, а потом перенести все в коробку – это важный аспект. Во внедрении CRM есть классические ошибки, которые тоже могут помешать. Это, например, одновременный запуск и блока управления взаимоотношениями с клиентом, CRM-блока, и блока управления бизнес-процессами. Мы хотели, чтобы система обладала всеми модулями, но не зрять их обязательно нужно последовать. Ну и, конечно, стартуя из облака, можно отложить капитальные вложения до того момента, когда вы будете уверены, что успех близко. Да, все системы внедренные счастливы одинаково, все невнедренные несчастливы по-своему. Поэтому пока вы не будете счастливы, можно не делать капитальные вложения. Ну и режимеры – это, соответственно, облачная система, которая позволяет стартовать быстро. Это первый важный аспект. И второй мы хотели, чтобы система поддерживала гибкие системы интеграции. На момент выбора системы мы ориентировались на интеграцию с учетными системами 1С, ERP, комплексная автоматизация и так далее. И этот продукт есть в Bitrix24, 1С, бэк-офис. Мы на него ориентировались изначально. И более поздние обновления, которые прилетели после выхода бэк-офиса, в основном они связаны с печатными формами. И мощные механизмы интеграции по API, которые мы задействовали для интеграции с хранилищем данных CD-проектов и другим программным изучением фабрики. В дальнейшем для разработки собственных приложений, расширяющих функциональность, мы не хотели использовать механизмы кастомизации и цеповых процессов. Я поясню, что это такое. Все системы предлагают некие усредненные бизнес-процессы, которые не всегда подходят компаниям. Компании хотят иметь возможность подстроить систему под свои бизнес-процессы. И зачастую это делается путем изменения стандартных или типовых механизмов. По этому пути работают 1С-франчайзеры, потребляя, соответственно, зависимость от своих услуг и усложняя обновления систем. При этом CRM и B224 тому хороший пример, очень активно развивающаяся область и обновления, которые регулярно выпускают вендоры, очень и очень актуальны. Поэтому мы избрали стратегию микросервисной архитектуры. То есть для расширения возможностей системы мы используем или пишем, насколько это возможно, небольшие приложения, которые могут работать автономно, легко заменяются и не затрагивая остальные модули. B224 позволяет это сделать в любой степени гибкости, причем необязательно использовать библиотеку приложений B225, необязательно регистрировать эти приложения. То есть, к слову, у нас из трех активных микросервисов два написано на PHP, а другой на JavaScript. Никакого вообще никаких проблем это не вызывает. Но главное, конечно, на что мы делали ставку во время внедрения, это люди. Наша ИТ-команда взаимодействовала с каждым конкретным менеджером во всей нашей розничной сети с дизайнером. Мы сами проводили индивидуальное обучение во всех крупных городах в Санкт-Петербурге, в Москве и в Казани. Главное во время внедрения быть вместе с людьми. 1 декабря 2019 года все салоны Санкт-Петербурга работали в B225. 1 марта все салоны Москвы и Казани. В феврале и в марте 2020 года мы полностью перенесли телефонию в B225. Начались работы по организации своего распределенного мобильного полцентра. До этого мы пользовались внешней горячей линией. Но мы решили попробовать со своим полцентром и начали прорабатывать это с технической точки зрения. Ну и, соответственно, к 1 апреля 2020 года, как вы уже поняли, мы выиграли лотерею. К началу карантина у нас была полностью запущена система, обучены сотрудники, подготовленная IT-команда, которая на пике активности, поддержки процессов могла поддержать в том числе и карантин. И наш лотерейный билет – это как раз правильная стратегия и правильная команда. Поэтому CRM-систему нужно внедрять. И, конечно, она и так нужна, но никогда не знаешь, когда настанут те времена, когда она будет нужна вдвоем. Но сегодня, конечно, это стандарт. CRM-системы надо использовать. И это то основное оружие, которое точно пригодится в любой ситуации. И в мирное время, и во время карантина. Возможно, не так ярко, как во время карантина, но все же. И, соответственно, быть в онлайне, быть там, где клиент, использовать эти инструменты – это тоже стандарт. Что же началось дальше? После 28 марта, когда все сели на карантин, к нашим предпосылкам добавилось только то, что мы должны быть готовы полностью быть онлайн. без салонов. И оказалось, что мы все-таки можем продавать полностью онлайн. Онлайн были и мы, и клиенты. И мобильность, нам совершенно не важно теперь, кто где находится. Оказалось, что не всегда мебель нужно потрогать руками. Оказалось, что кухни тоже еще покупают. И, откровенно говоря, мы думали, что во время изоляции вообще не будет никаких продаж. Полная неизвестность, но нет. Ну, нет. Тут такой шуточный слайд, что нам не показывают фильмы «Катастрофа». Нам всегда показывают, как рушатся небоскребы, по городу ходят инфицированные зомби. Классический кадр из фильма «Эпидемия» с Томом Хэнксом. Люди в скафандрах ищут нулевого пациента. Но оказалось, что фильмы не показывают, что на самом деле люди покупают мебель. Хотят ее быстро, качественную мебель. И на самом деле кто-то сидит и думает, как бы продать эту мебель. То есть жизнь продолжается. Но ощущение в начале, когда мы все садились на карантин, было абсолютное из фильма «Эпидемия». Но при этом вдруг казалось, что кухни покупают. Модные тенденции весна-лето 2020. Я не буду много говорить о маркетинге, потому что это совсем не моя область. Но тезисно, с чем мы столкнулись. Клиенты оказались дома, и обстановка стала играть большую роль. Если обычно вы каждый день обедаете в офисе, завтракаете, йогуртом, ужинаете в ресторане, то наличие дома кухонной мебели не столь значимо. Можно отложить, повыбирать, посмотреть. Но если вы вдруг оказались дома, особенно если у вас дети, то наличие кухонной мебели становится критическим. Ну, собственно, как и большинство другой мебели. Особо и с домашним рабочим местом. То есть сегмент хоум-офис, он тоже оказался востребованным. Средства, которые клиенты откладывали на отпуск, не планируя приобрести мебель, они перераспределились на рынке отложенного спроса, в том числе мебель. Мебель, электроника, ремонт. Те отрасли, которые пострадали меньше, чем ожидалось. При этом, ну, конечно, все-таки произошло какое-то снижение покупательской способности. В целом, продажи упали. Нельзя сказать, что все так радужно. Все побежали покупать кухню, потому что все жили без кухни, копили деньги на опуск. При этом появилась готовность к компромиссу в угоду скорости. Обычно кухне тщательно выбираемый продукт, сравниваемый, проектируемый. Проектируемый не один раз. Но клиенты, которым важна скорость, идут, шли. И сейчас в Букея наши клиенты, как правило, готовы подождать. Так как хотят качественную мебель для своей квартиры или дома. То есть сейчас люди были готовы на компромиссы. Соответственно, можно что-то попроще, но побыстрее. Соответственно, нам бы недорогую кухню, письменный стол и побыстрее. Мы, как и все, после объявления карантина подготовились к самоизоляции. Причем изначально мы решили задействовать свою инфраструктуру, которая была выстроена во все розничные точки. Мы решили, что дизайнеры будут работать в салонах, за закрытыми дверями, на подготовленных рабочих местах. Как раз незадолго до этого в рамках перехода на CRM мы расширили каналы. И, в принципе, должно было быть комфортно работать в салонах. Но оказалось, что все серьезнее, чем планировалось. И в ночь с 29 на 30 марта, когда мы поняли, что в понедельник сесть в салонах возможности не будет, вся техника была переведена людям домой, переведена телефония, заказано резервное оборудование, модемы, гарнитуры. И, в принципе, за эту ночь и за ближайшие 1-2 дня мы организовали первых 30-40 дизайнеров, работают дома. Ну, конечно, все это произошло благодаря удачному стечению обстоятельств, потому что мы внедрили битрикс. Битрикс нам очень помог. Мы перебрасывали лиды между дизайнерами. Не все могли быстро сесть дома. У нас на карантин должны были уйти больше 100 человек, а в первый день сели только 30-40. В первый день 30, и дальше мы увеличивали это количество. Но, соответственно, эти 30 человек должны были работать с лидами и с проектами всей розничной сети. дилерской. Ну, и последующие недели мы стабилизировали эти процессы. Но, в целом, 30 марта довольно большое количество дизайнеров включились из дома, начали принимать звонки, продавать кухни и мебель. В течение первых недель, по сути, первых двух недель мы организовали собственный колл-центр, который начали прорабатывать в февроле и марте. Мы запустили замеры онлайн, доставка образцов клиентам домой и оплату на сайте. Ну, и главное, что Bittrex 24 стал основным и единственным инструментом и окном клиенту, потому что других инструментов не оказалось. доступ к проектам мебели также осуществлялся из Bittrex. И сейчас осуществляется, и, в принципе, возвращаясь к шутке про лотерейный билет, это действительно так. Не знаю, или новичкам везет, или просто правильная стратегия в нужное время дала вот такие вот результаты. Продажи в первый месяц карантина составили около 35% обычного объема, а дальше в следующем месяце 50% и более. Поэтому моя рекомендация, если у вас еще нет CRM-системы, начните внедрять ее прямо сейчас. Как бы это ни было, даже если не все будут получать, не все будет получаться, это очень важный процесс. И важный процесс как с точки зрения самой системы, так и с точки зрения взгляда на эти процессы. И, соответственно, без этого нельзя успешно конкурировать. Так что у меня все. Спасибо за внимание. Если интересны какие-то детали о моей контакте на экране, ну и вопросы. Подключаемся мы, Александр. Смотрим мы по вопросам, что у нас есть. Коллеги, если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в нашем чате, я буду их зачитывать. Пока то, что у меня скопилось к этому моменту. Итак, с какими проблемами столкнулись в процессе внедрения? Основная, самая большая проблема, это, конечно, как и в любом внедрении, это неприятие людей, конкретных, конечных пользователей. Несмотря на удобство интерфейса и так далее, представьте дизайнера, который сидит в салоне и всю жизнь записывает блокнотик, звонит по-суму мобильному и никак не учитывает вообще проигранные сделки. Тут вдруг к нему приходят и говорят, а теперь нужно учитывать проигранные сделки, и проигранные сделки, они гораздо важнее, чем выигранные. Что делать с выигранными сделками, мы знаем. А что делать с проигранными сделками, нужно думать. И, конечно, переход... То есть тут самое главное был переход на логику СРМ, переход на этот подход. И работа с людьми была самым сложным, и этот переход самым сложным. Окей. Следующий вопрос. Перечисление у нас идет. Спальни, диваны, шкафы только под заказ вы это все продаете или нет? Да, на данный момент спальни, шкафы все под заказ. Диваны совсем узкий сегмент. Под заказ, под заказ. Понятненько. Интересуется по поводу замеров. Замеры вы онлайн делаете или как? Мы во время карантина делали замеры онлайн. Да, я видел этот вопрос. Да, клиент ходит с рулеткой по кухне. А специалист его направляет. Все-таки стоит отметить, что в замере, если обывателю кажется, что в замере важно взять рулетку и измерить от точки А, от точки Б, то тогда бы не приезжали бы замерщики. На самом деле это процесс сложный, нужно знать, где замерить. Потому что расстояние стены у пола и у потолка может быть разное. Углы, выступы. Самое важное – замерять выступы. Вентиляционные шахты, места розеток и так далее. По сути, конечно, пройтись с рулеткой может каждый. Где пройтись с рулеткой, это знает специально. Если вдруг ошибка, то на чьей она стороне? То есть на стороне неправильного инструктажа либо все-таки на стороне реализации? Хороший вопрос. Ну, конечно, во время карантина эти риски компания берет на себя. А были ли случаи? Какие, может быть, хрестоматии? Да, вы знаете, я вот к этому вопросу не подготовился, не посмотрел статистику. Но если кому-то интересно, я готов посмотреть и сообщить. Может быть, я скорее не про статистику. Я, Александр, про какой-то случай, который вот прям запомнился, запомнился. Наверняка такой случай могло быть. Не готов. Не готов. Хорошо. Ну что ж, тогда еще раз проверяю я, как сам делает замеры. Это у нас уже было. Это было. Спасибо, что дали реальный кейс. Спасибо, что удалились в тайминг. Александр, ну что, тогда на этом мы завершаем этот блок. И переходим уже к блоку следующему.